Чтобы получить кредит в банке на хороших условиях, нужно иметь хорошую кредитную историю. Но я не знаю, как её и где её можно проверить. Это один из часто задаваемых вопросов, на которые специалисты Единого коммуникационного центра отвечают ежедневно. Колл-центр создан по инициативе Банка России. Цель – оперативно реагировать на обращение граждан, улучшать финансовую грамотность населения и оградить доверчивых вкладчиков от мошенников. Мы считаем, что многих проблем можно было бы избежать во взаимоотношениях потребителей с финансовым рынком, если бы у человека была возможность заранее спросить относительно той или иной услуги, продукта. То есть задать тот вопрос, который, может быть, его беспокоит, но он не понимает, кому его адресовать. По телефону специалисты проконсультируют по вопросам потребительского и ипотечного кредитования. Расскажут про взаимодействие с микрофинансовыми организациями и страховыми компаниями. Помогут решить проблемы по вкладам, подскажут, как отбиться от навязывания дополнительных услуг. Когда у банков отзываются лицензии и какие действия необходимо предпринимать людям, чтобы получить свои денежные средства. Мы, в принципе, пользуемся информацией с сайта Центрального банка, с официальных сайтов, то есть источников не просто как бы в интернете, да, какие-то сайты, которые мы не знаем. То есть мы ими никогда не пользуемся. Федеральная закона. Единый коммуникационный центр во Владимире всероссийского масштаба. Сюда будут стекаться обращения со всей России. Работают здесь пока пять операторов. До Нового года их число увеличится до 15. С 2019-го финансовый колл-центр начнет функционировать в круглосуточном режиме. Отбор был очень сложный. Чтобы соответствовать уровню Банка России, это непросто. Мы очень жестко тестировали всех кандидатов на предмет финансовой грамотности, стрессоустойчивости, коммуникативных умений. А потом отобранные кандидаты прошли сложное и длительное обучение. И теперь каждый из них является экспертом в финансовых вопросах. В открытии колл-центра принял участие и губернатор Владимирской области. Передовой опыт Банка России Владимир Сипягин планирует перенять. Он уже заявлял о том, что в Белом доме необходимо менять подход в работе с обращениями граждан. Созданный финансовой структурой единый коммуникационный центр – отличный пример. Общение через колл-центр – это, конечно, будущее. То, к чему мы обязательно сейчас пойдем. И вчера, еще раз говорю, дал распоряжение о том, чтобы на базе комитета по обращению с гражданами создавался такой колл-центр. Причем он в дальнейшем обязательно будет круглосуточный. Это будущее. В настоящем же по финансовым жалобам в регионе следующая картина. За третий квартал нынешнего года в областное отделение Банка России поступило 400 обращений. Самые распространенные жалобы связаны с вопросами потребительского и потечного кредитования, а также навязыванием дополнительных услуг, в том числе и страховыми компаниями. Алексей Дудин, Александр Мажаров, Шестой канал.